Продолжение следует... 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 Нет, ямочный ремонт идет у нас в голову. Скажите сумму за поставили, чтобы мы могли сопоставить, сколько мы тратим на средства массовой информации? Всего по разделу дорожного хозяйства здесь как раз расходы, которые касаются ремонта, содержания капитального ремонта. 43,5 миллиона рублей на ремонт автомобильных дорог у нас предусмотрено 4,5 миллиона рублей. Это по расходу управления заказчиком, муниципальном магазинном учреждении управления заказчиком. Здесь направление называется ремонт автомобильных дорог муниципального заказчика. 4,5 миллиона рублей. А если помните, скажите пожалуйста, в прошлом году сколько мы закладывали на ремонт автомобильных дорог? У нас расходы в сфере содержания ремонта в целом на дорожное хозяйство каждый год увеличиваются. То есть 43 миллиона – это 2016 год. В 2015 год сумма была меньше, то есть порядка 36 миллионов рублей. Я хочу, чтобы Вы сказали именно на ремонт, потому что у нас здесь идет и капитальный ремонт, я так понимаю, и обслуживание дорог. Капитальный ремонт жилого в решении бюджета и прозрачных бюджетов капитальный ремонт за деньги. 4,5 миллиона рублей в 2016 году, в 2015 году. Хорошо, я думаю, что перезименировалось. Сейчас, в данный момент, нам предлагают внести изменения в бюджет, увеличив финансированные средства массовой информации. У нас в этом году запланировано 500 тысяч на освещение событий, связанных в экономике, политике. Нам предлагают добавить еще 100 тысяч. То есть 500 тысяч недостаточно на освещение именно вот этих мероприятий. Кроме того, у нас заложено 428 тысяч на информацию, извещения, поздравления и объявления. То есть это достаточно узкий круг сообщений, которые здесь подразумеваются. И у нас уже заложено 428 тысяч. Нам предлагают добавить еще 100 тысяч денежных средств. Вопрос, давайте потом... Подождите, мне вопрос 2 минуты по регламенту. Кроме того, у нас еще нам предлагается издать депутатский вестник, финансирование, которое вообще заложено не было. Что такое депутатский вестник? Это 0. В данный момент 0. На 15-16 году. Это в администрации. Хорошо. Послушайте, уважаемые, у нас была комиссия. Обла, все это мы берем. Хорошо, сейчас надо думать. Завайте вопросы, давайте вопросы, потом будет обжаровать. А что-таки вопросы я еще раз говорю? 360 тысяч мы закладываем на само восхваление в средствах массовой информации. Мы только что вы включили телевидение, чтобы нас не видели. А здесь мы на депутатский вестник 365 тысяч. Я предлагаю направить эти деньги на ямочный ремонт. Или на... На приеханную документацию улицы Пехановой, которая завтра будет закрыта для проезда. И у нас город захлебнется. Получится просто... Я не понимаю, что получится с городом. Все, я услышу вас. Вопросы еще есть? Теяна Сергеевна, есть вопросы? Нет? Присаживайся. Пожалуйста, теперь уступление есть в этом комнате. Нет? Ну, тогда я все-таки скажу. Я первый. Теяна Сергеевна, пожалуйста. Я извиняюсь, я просто хочу уточнить. Я сразу не сориентировалась. 4,5 миллиона – это у нас ремонт автомобильных дорог через муниципальное казенное учреждение. И 2,5 миллиона через казенное предприятие. Спасибо, Теан. Все-таки я скажу, мы можем с вами спорить, обсуждать необходимость издания нашей депутатского вестника. Но этот вестник существует уже достаточно долго. Пользуется популярностью у населения, его читают, смотрят. Я считаю, что в первую очередь там идет как раз разговор о деятельности нашей комиссии, а не отдельных депутатов. Там освещается работа наших помощников. Не только в разных средствах массовой информации наши депутаты должны выступать. Я считаю, что орган у нас с вами должен быть. Заложен он был, и мы за это голосовали в бюджет, в том числе и в бюджет Думы. Поэтому здесь я не вижу проблемы с тем, что куда-то мы на сторону деньги переводим. Второй момент. Освещение деятельности депутатов и нашей комиссии, я считаю, принципиальным. Поэтому печатные здания нам необходимы. Это моя личная точка зрения и точка зрения председателя Думы. Поэтому я настаиваю, чтобы нам эти изменения внести. И полагаю, что это правильно и нужно. Сейчас я бы хотел слово предложить счетной палате. По данному изменению Татьяна Сергеевна все хорошо сказала. Только напоминаю вам еще раз, что общие характеристики дохода, расхода и дефицит не изменены. Идет только при распределении внутри. И при распределении внутри идет в соответствии с бюджетным кодексом. И в соответствии со 131-й подвиженном законе. То есть по моему мнению, которые даны. Откомиссия рассмотрела данный вопрос. Предлагаю ввести решение в Государственную Думу по бюджету Государственского округа. Есть заключение от прокурора по результатам проверки проекта данного решения. Сказано следующее, что данное решение соответствует институту Российской Федерации, бюджетному кодексу, из-за дефицит реального дефона, а также устава Бестовского городского округа. Есть предложение утвердить изменение бюджета Бестовского городского округа в 2016 году. Все за данное предложение. Спасибо. Продолжение следует. В очистом голосов принимается. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Орелизация указа президента Российской Федерации 7 мая 2012 года. Орелизация о мерах праве. Орелизация и президента Российской Федерации 11 дефицит реального дефицита. Докладчик Ильянов, Орелизация главы Бестовского округа. Пожалуйста. Установлены целые показатели, отчетка которого будет сегодня представлен вашему вниманию. Задача по помешению заработных платок была предвидена президентом, как первоочередная. Основной показатель, установленный президентом, это увеличение в 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 раза, в 0,5 раза. Увеличение уровня заработной платы работников, занятых в экономике с бюстовского городского города в 2018 году, в соответствии с параметрами, установленным пунктом 1 указа президента, предусмотрена нормативно-правным актом администрации бюстовского городского города, номер 556 ПА о прогнозе социально-экономического развития бюстовского городского города на среднестрочной посетке. Заработная плата работников, занятых в экономике округа, по итогам 2015 года, составила в оценке 26 912 процентов, что составляет 109 процентов в уровне 2014 года, в уровне 2011 года – 169 процентов. Необходимо отметить, что данные официальной статистики по уровню заработной платы работников, занятых в экономике с бюстовского городского города, по итогам 12 месяцев 2015 года, официально будут опубликованы только в консульмахах, поэтому в оценке приведены были данные по итогам 9 месяцев 2015 года. Решение о повышении уровня оплаты труда, педагогических правов у муниципальных образовательных организаций, цель реализации толщины указа президента, номер 507, принимались в рамках мероприятий, по достижению установленных показаний о повышении оплаты труда, в рамках реализации плана мероприятий, дорожная карта установлены в постановлении правительства Свердловской области, номер 223 ПТ, по Азбестовскому городскому углу, план мероприятий, дорожная карта, изменения в отраслях социальной сферы, на перспективу 2013-2017 года, установленным постановлением администрации Свердловского городского округа от 2 сентября 2013 года, номер 567 ПА, с последующими изменениями. Так, уже начиная с 2013 года, согласно указу, необходимо было обеспечить оплату труда педагогических работников учреждений общего образования до 100% среднемесячной заработной платы по экономике Свердловской области, заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до среднемесячной заработной платы работников в общем образовании Свердловской области, оплату труда педагогических работников дополнительного образования детей в 2018 году поэтапно необходимо довести до уровня не ниже среднего до учителей Свердловской области. Финансовое обеспечение поэтапного повышения заработной платы педагогических работников, дошкольных и общеобразовательных организаций осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках субвенций, предоставляемых муниципальным образованием, и исполнения и участия в государственной программе развития образования Свердловской области до 2020 года. За счет средств местного бюджета реализация осуществляется в отношении педагогов дополнительного образования и в рамках реализации муниципальной программы развития системы образования в Свердловском городском округе до 2020 года. Целевой показатель заработной платы педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений в размере 27 493 на 2015 год установлен был планом мероприятий «Дорожная карта» и обеспечен в объеме 27 893,87 рубля или 101,5% плановому значению 2015 года. Доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до 100% средней заработной платы в экономике Свердловской области, также установлены планы о приятии «Дорожная карта» в Возвестовском городском округе и в соответствии с постановлением правительства Свердловской области «Дорожная карта» был установлен в размере на 2015 год 31 138 2,30 копеек. По данному оперативному мониторингу за 12 месяцев 2015 года достижение составило 32 990 рублей 36,5,9% планового значения на 2015 год. Относительно третьего показателя доведения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в среднемесячной зарплате учителей Свердловской области необходимо отметить, что выполнение его осуществляется в отношении семи организаций дополнительного образования, под ведомственность которых распределяется следующим образом две организации дополнительного образования относятся к управлению образованием, три учреждения физической культуры и спорта и две организации учреждения культуры. На 2015 год целевой показатель заработки педагогических работников должен был составлять не более 85% среднемесячной заработной платы ученики Лесопольской области или в отношении к денежным 27 162 рублей. По данному оперативному моторику за 12 месяцев 2015 года достижение на территории Асбестовского городского округа в целом показателя составило 114% или 30 977 рублей 25. На слайде мы видим динамику роста заработной платы в отношении уровня образования и по годам реализации пламмного объятия дорожной акции. Необходимо еще раз отметить, что повышение заработной платы должно быть поэтапное и видно в отношении педагогов дополнительного образования, что заработная плата фактически превысила уровень среднемесячной заработной платы педагогов дошкольных организаций и фактически уже вышла на уровень среднемесячной заработной платы в 2019 году учителей в Асбестовском городском округе. По вопросам, относящимся к сфере художника, установлены следующие целевые показатели. Доведение к 2018 году средней заработной платы работы по учреждению культуры до средней зарплаты в северном области, обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек, сайтов, музеев и театров, информационно-телекоммуникационной сети интернет и увлечение числа детей, привлекаемых участием в творческих мероприятиях до 8% к 2018 году от общего числа детей. В целях реализации возможности достижения первого показателя приведения культуры средней зарплаты в учреждении культуры до средней зарплаты в северном области, администрация Асбестовского городского округа реализуется в план мероприятий «Дорожная карта». Изменение в отраслях социальной сферы направлено на повышение эффективности сферы культуры. Итверденное 397-е постановление в администрации в северном области конкурса 16 июня 2014 года с последующим изменением. В отношении данного показателя на 2015 год было установлено, что размер средней заработной платы должен составлять ниже 23 474 рублей. По данному оперативному мониторингу за 12 месяцев 2015 года средней заработной платы работников учреждения культуры в Асбестовском городском округе составило 23 615 рублей 42 копейки или 100 0,6% от установленного плана образования. По следующему показателю сферы культуры обеспечения поддержки создания публичных электронных библиотек, сайтов, музеев и театров информационно-телекоммуникационной сети интернет, необходимо сообщить следующее, что в рамках реализации плана мероприятий «Дорожная карта» были установлены такие мероприятия и показатели, как доля библиотек, имеющих доступ в сети интернет, которая должна составлять в 2015 году 100%. В 2015 году к интернету были подключены 7 библиотек, что составило 100% или полностью обеспечен данным показателем. Целевой показатель количества записей в рамках реализации, вообще доступных в библиотеке на 2015 год, был определён как плановый 20 265 единиц на 2015 год. Фактически процент исполнения в 2015 году составил 150,5%. Количество приобретённых новых электронных изданий в 2015 году приобретено было 11 электронных новых изданий, плановое значение было 10, при этом плановое значение достигнуто 110%. Количество оцикрованных изданий в 2015 году было при плановом облачении 2600, должно быть оцикровано, оцикровано было 3248 изданий. Исполнение по данному показателю составило 128,7%. А касательно такого показателя, как увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до 8% в 2018 году от общего числа детей, необходимо сообщить, что в 2015 году в творческих конкурсных мероприятиях, фестивалях, выставках областного, регионального, межрегионального, всероссийского и международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсов, в мероприятиях приняли участие 349 разбитых от значения показателя 1150 воспитаний. Таким образом, можно отметить, что процент исполнения составил 303,5%. То есть каждый ребёнок из 1150 человек практически участвовал в данных мероприятиях различного уровня. Согласно указу президента, определён показатель создания ежегода, в период с 2012 по 2015 год, 1055 специализированных рабочих мест для инвалидов Сеновской области, то есть по Сеновской области. В отношении плана на 2015 год по Сеновскому городскому городскому городскому, по созданию рабочих мест для инвалидов, определён был показатель в размере 3-х учебных. Работу по реализации плана на территории от Крестовского городского города осуществляет Воседарственное поисковое учреждение Центра занятости. Работа по трудоустройству инвалидов на оборудованные рабочие места пересматривает возмещение на благодарительных затрат на оборудование рабочих мест. Огнем финансирования 2015 года как плана выпил определён 360 тысяч рублей. Освоенные денежные средства были более 100%. Программу трудоустройства инвалидов на оборудовании оснащённых рабочих местах были включены предприятия ООО «Контактный» и ПКОЧНИК ООО «Рекламный адъёмство Ларисы». На данных предприятиях были оборудованы 3 рабочих места. Обмотчика, монтажника и одно рабочее место для нового директоря, точнее, по поводу сети и разорвания. Программа трудоустройства инвалидов на оборудовании оснащённых рабочих мест. И ещё один из показателей определённых в фазе президента 597 – это поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Размер данной поддержки как таковы не установлен. Здесь непосредственно важен факт сам её оказания. На территории Азбестовского городского оборудования доказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям предусмотрена под программой комплекс на развитие членовического капитала и муниципальной программой совершенствования социально-экономической политики на территории Азбестовского городского оборудования до 2020 года. В соответствии с решением Удома Азбестовского городского оборудования 26 января 2011 года 1965-2002 с учётом дополнительного образования власти в власти 2014-го года 2018 года Переды нахитений коммерческим организациям, безвозмездное, длинное оборудование, муниципальное имущество 6 международных помещений, общей площадью 728-7 квадратных лет. Согласно постановлению администрации Азбестовского городского оборудования 15 декабря 2015 года, номер 640 БА, о показании финансовой поддержки социально ориентированной некоммерческой организации Азбестовский городской оборудовательной фонд возможных, указано финансовую поддержку некоммерческой организации на частичное возмещение затрат на питание несовершеннолетним детям, одиноким людям и семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Размер данной помощи составил в 2015 году 30 тысяч человек. 12,8 тысяч человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили 4 раза до 5,5 тысяч человек в течение двух с половиной месяцев. Хочу отметить, что в рамках исполнения указа и рост по заработной плате отдельной категории повышается с каждым годом, и требования к предоставлению качества услуг и требования к повышению эффективности бюджетных расходов. Об этом детально сегодня вы услышите из доходов судоплачей. А подводя итоги 2015 года, необходимо сообщить, что соблюдение соответствующих целевых показателей позволит, как и раньше, обеспечить в полной мере задачи, поставленные президентом Российской Федерации в рамках исполнения майского указа на непосредственности. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Предлагаю выслушать судоплачек по плану министового вопроса. Судоплачек предлагает сейчас слово чудово. В этом учреждении правления оказалось ответственность и демократно. Продолжение следует. Здравствуйте, уважаемые депутаты, участники бюджетных. В соответствии с новыми книгами документами, в целях достижения ориентиров установленных указом президента 7 мая 2015 года, на депутат 97. Управлением образования делается работа по обеспечению высокого качества обеспечения перед разработкой во время их внезапных эффективного контракта с депутатическими работниками. Переход на новую систему отходовых отношений направлен на обеспечение высокого качества обеспечения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Таким образом, в обеспечении эффективного контракта, вязка повышения оплаты труда за достижение конкретных указательных качеств образовательных учреждений. По состоянию на 1 мая 2016 года, все педагогические обеспечения, в обязательных организациях, введены на новые стандартные оплаты труда, эффективные контракты. Обращаю Ваше внимание на то, что заработная оплата федеральными стандартами состоит из следующих выплат. Здесь был заказ, который устанавливается в соответствии с обargолениями стажа, в принципе, с именем, в выплат, в которых включая выплаты заказательных обстоятельств, а также выплаты и составляют необходимые контракты, как и составляют в соответствии с оборудовательными стандартами, которые устанавливаются за качественными результатами труда, и распрощение за выполненную работу. На основе методических рекомендаций, перехода на этапные контракты, при непосредственном участии в коллегиальных органах управления каждой организации, были разработаны показатели эффективности работы педагога. Таким образом, наблюдается непосредственная связь между уровнем образования, квалификацией, стажем, так же качеством работы и заработной платы каждого педагога. Основным ресурсом, обеспечивающим качеством образования, является педагогический процесс. На 1 января 2016 года в системе управления образованием работают 926 педагогических работников. Все педагоги имеют профессиональное образование. Средний возраст педагогических работников составляет 2 лет. Средний педагогический стаж более 20 лет. По состоянию на 1 января 2016 года имеет вреду кокровную категорию 870 педагогов, что составляет 94% от общего числа педагогов. Во всех образовательных организаций созданного вклада для совершения квалификации термических работников, успешного прохождения педагогических протоколов. В 107 году в область прошли по совершению квалификации профессиональных педагогических педагогических работников. И в 168 человек составляет 7000 педагогических работников. С целью проведения стремительного оценки и проведения конкурса этих мест, обращая Ваше внимание, что руководитель не принимает участие в заседании данной комиссии и не может влиять на решения членов этой комиссии. Проведя мониторинг критерия по оценке качества оказываемых услуг, всех образовательных организаций можно остановиться на них в коррекцию. Какой-как уровень подготовки и подготовки, которые оцениваются в том числе по результатам и показаниям через участие в олимпиадах в конкурсах различного уровня. В 2015 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ походили 306 участников из 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций. Все выпускники успешно преодолели минимальный порог по русскому языку. По математике один учащийся не смог справиться с заданием. Таким образом, в 2015 году в 2015 году в 2015 году преодолели минимальный порог ЕГЭ, то есть получили аттестаты о среднем общее образование. Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, который демонстрирует количество и доли интеллектуальной элиты и в общем количестве участников из 11 классов, все результаты от 81 баллов и выше. В течение последних трех лет зафиксирована положительная динамика количества выпускников, набравших на ЕГЭ высокие баллы. В 80 и более баллов набрали 103 выпускника, восьминке в методопроводском языке физики, биологии, истории, английском языке и общество познания. В 90 и более баллов получили 38 человек. За 2015 год активными участниками в конкурсе терапии разного уровня стали 3582 ребенка. Уровень конкурса в количестве участников, как и результаты, указаны на своем. За 2015 год организовано участие 1181 биологического работника в конкурсах различного уровня. Также достижение цельных ориентиров способствовало оказанию дополнительных платных услуг образовательных организаций. В 2015 году общая сумма, приносящая доход деятельности по учреждениям образования, составила 4 619 600 рублей. Из них 1 264 400 рублей направлено на выкуп заработной платы педагогических разработчиков. Для осуществления организационно-методической поддержки образовательных организаций по обеспечению и выполнению стильных показателей средней заработной платы педагогических работников, а также мер, направленных на рост заработной платы в 2015 году, в Комиссии по регулированию вопросов, связанных с оплатой труда, назначенных приказом начальника управления образованием, проведены въездные совещания и встречи с педагогическими коллективами с участием в профсоюзных организациях. Также целью исполнения положения указа президента управления образованием ежемесячно осуществляется в мониторинге уровня заработной платы педагогических работников. Таким образом, осуществление организационных методических и контрольных мероприятий по исполнению указа президента от 7 мая до 2011 года на 2017. Использование ключевых показателей эффективности позволило нам отчинить возможность, уровень, качество тазовых услуг. Помогло достижение стратегической и технической цели, а также опублировано направление деятельности в 1027 годах. Спасибо, присаживайтесь, я вам говорю. С вами представлены, Антон Сергеевич, начальник, поделок, 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 поделок. В целях поэтапного лечения оплаты труда работников, поделок, 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 поделок. В целях поэтапного лечения оплаты составило 23 615 рублей, значит, 100,6% от планового значения. Что касается эффективных контрактов в области культуры, с 2014 года все-таки будут переведены эффективные контракты. Основной персонал учреждений будет переведен до качания первого полугодия 2016 года. Следующий у нас показатель, который, в основном, мне кажется, президент, обеспечения поддержки создания педагогических электронных библиотек. В отчетном году, в 2015 году, реализованы мероприятия по обеспечению содействия и информатизации в централизованном библиотечной системе Бестовского городского округа, частных обеспечения, оборудовании и лицензионного программного обеспечения. Из-за основного бюджета была представлена фюзия в нашем муниципальном образовании в размере 48 тысяч двух старых рублей. И на 31 декабря 2015 года показатели, которые были выполнены до качания 2018 года, подключение к сети интернет, было выполнено на 100%. То есть все 7 филиалов централизованной библиотечной системы имеют доступ к интернету. Далее у нас показатель количества записей электронных каталогов, общий доступный библиотек. На 31 декабря 2015 года общий объем электронных каталогов составляет чуть более 21 тысячи рублей. В 2015 году показатель также был выполнен в полном объеме. Далее показатель количества приобретенных новых электронных изданий. Приобретенных новых электронных изданий в 2015 году ставил 11 экземпляров. планового значения 10, но практика показала, что электронные издания на носителях используются популярностью и, скорее всего, этот показатель будет измониторинга. Потому что с 2015 года с централизованной библиотечной системы в Судородской области подключены к информационным ресурсам. Например, можно смотреть Бакл-Пред, Лань, Знанум, на которых содержатся миллионы экземпляров в электронной лиге, как по техническим наукам, это особенно удобно для наших школьников, и изучать экземпляры художественной литературы, периодические издания, за 15 лет порой с удаленным электронным ресурсом можно прийти и получить централизованную библиотечную систему. И, пожалуйста, дома можно пользоваться этим информационным вносителем. Это очень удобно и вообще здорово, что в 2015 году у централизованной библиотечной системы в нашей области какая-то возможность появилась. Количество оцифрованных изданий, я скажу, что централизованная библиотечная система от Библиотечного городского учебного учебного участия в корпоративном проекте, который курирует с роста в основном универсальной научной библиотеке имени Билинского. Существует общий информационный каталог в краеведческих статей 30 муниципальных образований. Наши библиотеки пользуются этими услугами и возможностями. На 31 декабря 2015 года в общем каталоге таких статей 3348 оцифровываются периодические издания, исторические рабочие, уральский хризотил, журналы, например, хороший статей, и, получается, в режиме ПДФ посетляются и отправляются в Билинг, где уже идет размещение к общему каталогу этих электронных статей. Вне зрения новых информационных технологий деятельности для тех, кто в рекламе свободны, в течение числа виртуальных посещений, я хочу сказать, что виртуальное посещение на сегодняшний день составляет чуть более 30%, это выше среднего областного показателя 25%. То есть из 150 тысяч посещений виртуально у нас родители нашего гороскопа в городском округе 38 тысяч посещений. Самые основные это продвижение книги, то есть уже не надо библиотеку беспокоиться, что прошли сложно, только длинные книги можно дома, пожалуйста, на сайте где-то и зайти, либо задать онлайн вопрос и получить в режиме реального времени ответ на интересующий вопрос. Далее показатель количества учащихся детских школ, искусств участников творческих и торговых мероприятий, фестивалей в основе регионального, межрегионального, всероссийского и международного значений. Значит, у нас в Возвестовском городском округе художественного музыкального школа и в школах занимаем по 1150 библей. Указано президентом, значит, определён, на 2015 год 10% от золи таких участников. Мы выполнили, значит, 31%, 349 детей в художественной музыкальной школе поучаствовали в мероприятиях подобного уровня выполнения 303%. То есть на 2015 год 31% наших участников детской школы участвовали в участии в мероприятиях. В 2015 году все показатели, можно сказать, которые определённые указанным президентом были выполнены. Я надеюсь, что в 2016 году так же нам удастся полного объема реализовать. Спасибо большое. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Вопросы? Уважаемые коллеги, есть вопросы? Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Высокий уровень образования, школьного, дошкольного, дополнительного образования, а также и культуры. То есть это исторически у нас сложилось так, что у нас была создана масса мест, где дети могли бы посещать, заниматься образованием, культурой. И в данный момент времени эта высокая планка, она поддерживается, и это нужно отметить, и об этом нужно говорить. Кроме того, хотелось бы заметить, что все показатели по уровню, по росту заработной платы у нас перевыполнены по отношению к соседним территориям. Я не заметил это в данном докладе, но в письменном докладе я увидел, там идёт сравнение с соседними территориями. И мы выглядим лучше всех по отношению ко всем этим территориям. То есть мы обогнали, грубо сказать, обогнали, но темпы роста у нас выше, чем у всех. И в это, я думаю, что нужно отдельно поблагодарить и руководителя архитектуры, и руководителя управления образованием, когда это была, когда я говорю, это период 15-й, 14-й, 13-й год, это заслуженная благодарность. Кроме этого, хотелось бы сказать, что на прошлый день, задавая вопрос, я рассчитывал побудить вас работать не только с муниципальными предприятиями, которые подведомствуют муниципалитету, но и предприятиями частной собственности. Формы взаимодействия могут быть разными. В советское время и немного после этого была форма взаимодействия такая, как, поправьте, если я не правильно скажу, клуб руководителей предприятий. Как-то это таким образом называлось программ? Напомню, что в 90-е годы Алексей Горобьев, тогда премьер-министр у Росселя, спас множество крупных предприятий именно таким образом. В режиме постоянного контроля, постоянных заседаний, ежемесячных, ежепартальных, я не знаю, но нужно именно держать взгляд в сторону. Нужно держать руку на курсе, например, того же самого предприятия ООО «Заречный». Сейчас оно остановлено, насколько мне известно. На этом предприятии существуют печи, которые останавливают нельзя, они подобно доменным печам. Им приходится изыскивать эти средства на газ, то есть мы должны участвовать в жизни этих предприятий. Я не знаю, каким образом, какие полноначия, пускай даже если будет необходимо применять муниципальные обязательства, это не будет предприятие, не будет рабочих мест, люди будут уезжать из нашего города. Я призываю вас начать систему на работу с предприятиями различных полу собственности. Понятно, что это не комбинат, муниципалитет не способен помогать этим крупным предприятиям, это уже задача области, а остальные предприятия в обязательном порядке нужно постоянно встречать, садить эти вопросы. У нас услышали маленькие ремарки в советское время, потом не клубы, как говорите, а совет директоров. В совет директоров это действует. Так, еще, пожалуйста, выступающие. Примерно, это границ содержать регламент, это уже выступление, а уже они какие-то мы предназначены. Давайте регламент. В регламенте все нормально, мы с вами на вытвердили регламент 10-15, поэтому мы делаем. Если выступление, значит, директор должен записаться и выступать. Ну, благодарность я записала. Благодарность, благодарность. Хорошо, давайте все-таки, я считаю, что депутаты и желание выступить. Словно, выступающие есть? Нет? Ну, я для всех депутатов информацию дам, что при главе города созданы советы за выполнение депутатов по образованию, по другим направлениям, поэтому, если укропить депутат, то есть желание принять часть работы в советах, принимайте, там услышите всю специализированную информацию. Ваши слова мы услышали, пожелания ваши учтем в работе Думы следующего заседания. Еще выступающие есть? Нет? Тогда от комиссии. На комиссии досконально мы задумали вопросы слушателей, докладчиков и суд договорчиков и решение комиссии принять сведения, информацию о ходе реализации указа президента Российской Федерации от 7 мая 19-го года за номер 597. Хорошо, спасибо. Есть предложение принять информацию к сведению, других предложениях за данное предложение прошу проголосовать. Спасибо. Практик, пожалуйста. Переходим к следующему вопросу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Предлагается принять сведения отчеты длительного отдела. У вас у всех имеется раздаточный материал на 14 страницах. Я хочу отметить, что после рассмотрения данного отчета на комиссии были учтены замечания счетной палаты и в тексте уже они отражены. Итак, деятельность и дело по управлению муниципальным имуществом администрации Звездовского городского округа в области арендных отношений за 2015 год. Дам подробный анализ нормативно-правовому регулированию в сфере арендных отношений. Те нормы закона, которые являются ключевыми для принятия каких-то решений в области аренды. Кроме того, отражено изменения в законодательстве, глобальные изменения в земельном кодексе, которые повлекли принятие ряда административных рекламентов, которые дают четкую позицию при принятии управленческих решений. Количество административных процедур, количество истребуемых от заявлений документов, сроки предоставления процедур и результаты административных процедур. Кроме того, в 2015 году было заключение счетной палаты об отчете деятельности отдела, по результатам которого получено представление прокуратуры. По данному направлению проведена, считаю, значительная работа. Были проведены инвентаризации дебиторской задолженности, приняты решения в отношении задолженности, принятые одним листом. Кроме того, в феврале была проведена проверка полноценочисления арендной платы, в результате которой было доначислено арендной платы на 8,374,650 рублей. По состоянию на 1 января 2015 года в области арендных отношений муниципальных зданий и помещений действовало на 1 января 63 договора аренды муниципальных объектов недвижимости. Из них два договора аренды объектов под осложнение водоотведения. На 1 января 2016 года данная цифра уменьшилась значительно. Выбыло из оборота практически 23 объектов. На 1 января 2016 года действует 40 договоров по аренде. Общая площадь 6,985,4 квадратных метра. Закращение арендных в области договоров у нас регулируется 159. Это право субъектов на выкуп. Такое право в течение 2015 года было реализовано в отношении 16 объектов недвижимого имущества. Кроме того, закончились сроки действующих договоров. Хочется отметить, что из 8 объектов недвижимости, которые были выставлены на аукцион, в том числе как и продажа, так и сдача в аренду состоялась, состоялся аукцион только в отношении двух объектов, которые были преданы по результату аукциона. Достаточно серьезная картина все-таки. Не вовлечения в оборот, в соответствии, эти объекты не являются доходами для бюджета. Прежде всего, обусловлено экономической ситуацией. Бюджетное назначение по доходам от арендной платы за муниципальные нежилые помещения на 2015 год составляли 2 миллиона 839 тысяч 500 рублей. Фактически поступило 18 миллионов 498 тысяч рублей. Бюджетное назначение по доходам от арендной платы на протяжении нескольких лет уменьшается. Динамика поступлений подтверждает все-таки влияние экономической ситуации на спрос, соответственно, и предложения. В целью проведения работы по досудебному регулированию вопросов, связанной с задолженностью по арендной плате, на Межведомственную комиссию по определению финансовой самостоятельности Аркестовского округа в области вложено 8 имендаторов. Направлено 42 претензии. Показатели задолженности по договорам аренды муниципальных нежилых помещений представлены в приложении номера 9. Основная причина, все-таки, социально-экономической ситуации недостаточно собственных решений у субъектов малого среднего предпринимательства и предпринимательства и предпринимательства, и доступ к источнику финансированиям. В 2015 году отделом по управлению муществом проведены проверки использования мудрого мущества. Проведены проверки в отношении 15 объектов. Нарушение не выявлено. По состоянию на 1 января 2016 года действует три договора аренды движимого мущества. В течение 2015 года было заключено три краткосрочных договора в соответствии с фондом 11.11 и закон о защите конкуренции. Задолженность по арендной плате оттачи в аренду движимого имущества, находящегося в возме Бестовского городского округа, составляет 3 млн 228 тысяч 100 рублей. Основная задолженность возникла из-за просрочки платежей по арендной плате ОАО Госпромга за распределение Екатеринбурга. Решением арбитражного суда данная сумма за 100 минут лежит. Решение суда вступило в законную сию. Арендное отношение в сфере управления земельными инструкциями. На протяжении 2015 года основные изменения в земельном законодательстве коснулись в связи с принятием федерального закона 171 УКЗ 23 июня 2014 года. Законодателям была поставлена основная задача как максимальное вовлечение в оборот свободных неиспользований земельных участков. Соответственно, повышение удобности бюджета от использования земельных участков. Одно из основных направлений в данном виде деятельности отдела по имуществу это рассмотрение заявлений и обращений граждан и заинтересованных лиц в предоставлении земельных участков. Законодателям упрощена процедура предоставления участков. Имеется исчерпывающий перечень оснований для отказа предоставления земельного участка, в утверждении схемы земельного участка. Сопрощены административные процедуры по рассмотрению. С 1 марта 2015 года акт выбора земельного участка не требуется. По состоянию на 1 января 2016 года у нас действует 559 действующих договоров о ренде. За 2015 год заключено 92 договора о ренде земельных участков. То есть это участки, вовлеченные в оборот. Из них 8 договоров о ренде заключено по актам выбора. И до 1 марта 2015 года по результатам аукционов 7 договоров о ренде. И в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса это новая статья, регулирующая порядок предоставления участков для индивидуального жилищного строительства 8 договоров о ренде. Фактическое поступление арендной платы за земельные участки государственной собственности, на которой не распраничена за 2015 год, она составляет 142 миллиона 106 тысяч 600 рублей. Произошло увеличение поступлений в связи с тем, что увеличились ставки арендной платы по договорам о ренде, которые регулируются постановлением правительства 1855 КПФ, и вовлечение в оборот дополнительных участков. Задолженность по арендной плате за земельные участки составляет 51 миллион 19,6 тысяч рублей. Задолженность по арендной плате выросла. Это связано прежде всего с проведенным доначислением порядка 8 миллионов по заключению счетной палаты и с неоплатой основными землепользователями. По состоянию, на 1 января 2016 года находится в аренде 407 земельных участков, собственность на которые разграничена за Гостовским городским уроком. Поступление арендной платы за данные земельные участки составило 7 миллионов 502 тысяч 100 рублей. Задолженность несколько снизилась в связи с выкупом земельных участков. По сравнению с 2014 годом увеличение задолженности в сфере арендных отношений также обусловлено экономической ситуацией. В приложении 2 у вас отражены основные моменты по задолженности. В соответствии с измененным земельным кодексом 9 граждан воспользовались своим правом на предоставление без торгов земельных участков для индивидуального жилищного строительства однократно в аренду. Это многодетные семьи и граждане, имеющие именусть. В 2015 году отделом проводилась экспертиза представленных документов. Было отказано в заключении договоров аренды в одном земельном участке. Также были вынесены отказы в утверждении схемы земельных участков от 20 заявлений. В 2015 году проводилась работа по муниципальному земельному оборудованию. Продвижено 5 проверок, в результате которых нарушений не выявлено. Работа отдела в сфере арендных отношений в 2015 году проводилась в условиях общего кризиса экономики страны, снижения спроса в сфере земельных арендных отношений, а также инвестиций. В 2016 год определены основные приоритетные направления деятельности отдела. Это, прежде всего, проведение анализа формирования задолженностей по арендным платежам, выявление задолженности и невозможное изыскание, подготовка документов на рассмотрение комиссии, претензионная исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам, проверка соблюдения арендаторных условий заключенных договоров. Так, в 2016 году уже подготовлено 24 исковых заявления, из них уже три направленного в суд, на общую сумму 9 млн 855 тысяч 786 рублей. И в сфере арендных отношений передачи в аренду муниципального имущества, перед которым договором уже назначены судебные заседания на сумму 6 млн 942 тысяч. Так, значит, раздел по состоянию 1 января 2016 года не вовлечены в оборот 17 объектов недвижимости. И у нас табличка из 15 объектов недвижимости. Вопрос, эти объекты не продавались? Если они были выставлены на продажу, то почему они не были проданы? Потому что у нас нет одного заявления. То есть у вас в таблице дан комментарий по каждому объекту. Ленинградская 33, договор аренды расторгнут 1 сентября 2015 года, например. Если мы посмотрим, пункт 7, всего 20. Аукцион по продаже не состоялся в связи с документом заявок на участие в аукционе. Итак, дан анализ не вовлечении в оборот по каждому объекту. Следующий вопрос. Значит, там под табличкой у нас еще есть. Можно? Под этой таблицей, в таблице у нас указано 12 объектов. И под таблицей написано про 3 объекта. Значит, в программу управления муниципальным имуществом почему-то не зашли. За исключением объектов 73 и 26, Уральская 82 и Крихарова 78. Почему они не включены в программу управления? Так скажем, почему мы их не поддаемы для двух объектов? Ну, во-первых, строительство 26, заявление о расторжении договора поступило в декабре. Расторжение происходит в течение двух месяцев. Уральская 82 было принято по акту приема-передачи от предпринимателя. Право возникло в 2016 году. Криханово 78 также право зарегистрировано в 2016 году. Мы ведем с вами речь на сегодня о 2015 году. То есть заявления поступили у нас в прошлом году. Принять решение в отношении этих объектов мы можем только в этом году, после подтверждения своего права. И по факту 15 объектов, то есть это 15 порядковых номеров. Обращаю ваше внимание на пункт 12, Садовый 11. По данному адресу расположено два объекта недвижимости. Два нежилых помещения. Обращаю внимание на порядковый номер 13. По данному адресу расположено два объекта недвижимости. Два объекта незавершенных строительства. Поэтому речь идет о 17 объекте. Хорошо. На комиссии же рассматривался вопрос. Вы же в нее входите? На эти вопросы отвечаю уже. Секунду. Пожалуйста. Как всегда я прошу извините моего депутата комиссии, данного депутата, заданные вопросы. Потому что все эти вопросы буквально три дня назад мы ее разбирали, мы все смотрели. И вот этот комплект, можно подумать, что комиссия вообще не разложила. Нет. Пожалуйста. Этот вопрос разложился и вот сейчас почему-то начали задавать. Когда-нибудь в городу издательную комиссию. А все. Задавали тоже в городу. И мы все. Принимаем. Решение комиссии принять сведения. Отчет о деятельности дела по управлению муниципального имущества. И принять сведения. Спасибо. Когда есть, извините, Антон Альбинова, есть предложение комиссии принять к сведению, кто заданное предложение. Я вас услышал. Есть предложение комиссии, я предлагаю принять к сведению учет о деятельности отдела по управлению муниципального имущества. У меня предложение продолжит разложить. Я вас услышал. Андрей Владимирович, вы сначала звук. Так, если вы мне сейчас будете оспаривать мое решение, то мне я вас услышал. Нет, не выгоняю. Андрей Владимирович, у меня всего два вопроса. Я должна... Я должна... Не оспаривайте, пожалуйста. Давайте я вынес предложение утвердить, принять сведения отчета деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Бестовского городского округа в области арендных отношений за 15 лет. То за данное предложение прошу голосовать. Единогласно. Спасибо. Еще раз обращаю внимание, удерживаясь регламентом. И, соответственно, если есть какие-то интересы, не надо оспаривать председателя. У нас выступление... Есть интересы, это я решаю. Вы что вообще говорите? Вы что тебе позволяете вообще? Я вас сейчас слушаю. Решайте. Так, есть предложение депутата Кривова, лишите ее слова. Кто бы данное предложение пошел бы на правоте. Спасибо, Наталья Викторович, на ваше предложение принято. Слово лишено. Давайте перестаньте устраивать обстоятельства. Я вас садила, мы не дали за заседание. Принимается. Хорошо. Продолжаем работу. Следующий вопрос. Обнесение изменений в положение, порядка подготовки к рассмотрению Думы Азистовского городского. Ежегодный отчет у главы Азистовского городского и главы Администрации Азистовского городского. Слово Городовского представляет. Чарлья Викторович, на главу Азистовского городского. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Чарлья Викторович, на главу Азистовского городского. опыта в настоящей редакции принимается большинством в две трети голосов от установленной численности. Данный пункт предлагается изменить и оставить, что решение по отчету нового городского опыта принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Из тех действий в момент предлагается формулировка рассмотрения отчета, поменять назвы слушания, с тем, что фактически рассмотрение отчета у нас осуществляется с тем, что мы не думаем, что фактически расстояние проходит на очередном расстоянии. Все у вас. Вкратце все. Спасибо. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а в связи с чем мы в прошлый год меняем проценты, вот эти две деки от количества, большинство, мы в прошлый раз только поменяли. Честно, но это не будет. Как раз в прошлый раз я понял поднят вопрос, изменить вот это соотношение с 2-3 на половину. Мы ничего не имеем. На сегодняшний день вышли по предложению депутатов внести изменения в расчете этих голосов. Поэтому предлагается в данном случае слово 2-3 заменить в большинстве голосов, потому что показывалось, что достаточно сложно принимать решение. Только из-за этого нет. В прошлом году ничего мы не имеем. Только высказали. Я хотел бы узнать, в одном из постановлений правительства, нет, наверное, президента, там говорится о том, что... Да, безусловно, но я сейчас не готов, безусловно. Там говорится о том, что нужно учитывать общественное мнение при оценке органов местного самоуправления. У нас каким-то образом общественное мнение учитывается. Получение положение предусматривает рассмотрение заслушивания учитывания главы городского округа на расширенном заседании правительства, привлечению СМИ, населения и договорительных предприятий. Если вы помните, в прошлый раз такое слово было заметно. О каждом выступающем у него ограничение в этом поведении. Продолжение следует... Поэтому вот с этими анкетами, с результатами оценки можно будет уже ознакомиться. То есть это как форма оценивания. И она, поверьте, очень реальна. Я вам не скажу, как бы говорю. Реальная картина, да. То есть вот это есть, включая первичку, то есть это можно посмотреть все равно. Еще вопросы хотят делать. Уважаемый, у нас есть еще вопрос? Нет? От комиссии, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы рассматривали на комиссии этот вопрос. И отметили, что все пожелания, замечания, которые были высказаны в прошлом году, они как раз учтены. Я прошу обратить внимание, что хоть и сложно, наверное, будет подготовиться, но тем не менее, в минуту с июня на 1 мая. Очевидно, что там отчеты еще будут идти, но тем не менее, глава администрации, глава города решили пойти на встречу, так что комиссия, я хочу поддержать до ночи. Спасибо. Есть встречение у прокурора о том, что проект данного решения соответствует к институту. Уважаемые коллеги, есть предложение внести в положение о порядке подготовки и рассмотрения Думы Бестовского 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 Бестовского, глава администрации Бестовского Бестовского. Нам извинения. Кто за данные изменения, я прошу проголосовать. Спасибо. Вы против? Держался. Сонимается, я имею в виду, к следующему вопросу. О предоставлении депутатов Думы Бестовского Бестовского Бестовского, без права о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществляемого характера, а также средних о доходах и расходах, об имуществе обязательствах имуществляемого характера по их супругам несовершеннолетних детей, вкладчик Александр Евгеньевич, Дмитрий Викторович, заместитель, подседатель на данном комиссии. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, на дне депутата предыдущего уже докладывали представители администрации о указе президента Российской Федерации приняты соответствующие законы от 23 июня 2014 года номер 460. Поэтому предлагается следующее решение. Во исполнении указа президента депутатом Думы Агородского городского округа в ежегодном срок до 1 апреля, следующее за отчетным предоставляет справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также характера сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов, супруга несовершеннолетних детей по форме утвержденным указом президента Российской Федерации. Не буду все отчитать, единственное скажу, что это относится к их депутатам, работающим на неосвободенном. На комиссии рассмотрели, уже на трех даже комиссиях предлагают поддержать. Предложение комиссии есть, выступления по данному поводу есть? Вопросы? Депутат? Нет? Приглашал на это, пожалуйста. Прошу прощения, Гелязов Дмитрий, народные телевидения Азбеста. Подскажите, пожалуйста, куда эта отчетность будет сдаваться? В ЗАГС Собрание? Она будет сдаваться в Южный Управленческий Опрок, дальше пойдет законодательное собрание. Какие последствия это за собой влечет в случае непредоставления либо предоставления ложных сведений при выявлении этих ложных сведений? Дальше будет работать уже, соответственно, российское законодательство. здесь будут смотреть причины, по каким не даны предъявления. Дальше будет работать по курсу. Уважаемый коллеги, есть еще выступление? Есть предложение утвердить решение, кто за это, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против, кто сдержался, принимаем свои договоры. Приходим к следующему вопросу повестки дня о назначении помощника депутата Думы Андрея. Мы замечательно посмотрели все эти документы. Миронова Александра Леонидовича, вот он и здесь. Мы все, по крайней мере, большинство очень хорошо знаем. Работает он в профсоюзной организации против взрыва, профессиональный и корректный очень человек. Хочу от себя лично, я вас немного лет тоже сталкиваюсь по работе, и хочу сказать, что очень добропорядочный, договороспособный на самом деле человек и ведет очень большое общественное будущее. Спасибо, Владимир Владимирович. Вопросы есть? Обожаемый проект. Я бы тоже хотел сказать, поддержать назначение Миронова Александра Леонидовича помощником депутата. Мы считаем, что это принципиально важный момент, потому что он достаточно долго занимался вопросами охраны труда, действительно занимался серьезной общественной работой на правильном защите нашего предприятия от антипристовых нападок. Я считаю, что на сегодняшний день пограничник, на сегодняшний день такой человек нужен мне для того, чтобы выполнять свои обязанности как депутата и по церкви. Есть замечания, вопросы? Нет. Есть предложение комиссии на срок полномочий депутата Хазыкова Андрея Владимировича помощником назначения Миронова Александра Леонидовича. Аппарат удобный до 10 марта выдать Миронова Александра Леонидовича подострелением помощника. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против, кто раздержался, понимаем с этим согласно. Переходим к следующему вопросу. О предприятии полномочий помощника депутата Дома Гостовского господа. Докладчик Александр Леонидович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, в Думу поступили документы соответствующие. Значит, здесь нет никакого антиорганизма. Вы знаете все, что Каменский Владимир Александрович работает сейчас в администрации. У Каменского Владимира Александровича было два помощника. Каменский Владимир Александрович и Кожевников Владимир Станиславович. Процедура есть процедура. Мы должны этих помощников от него убрать, скажем так, решением Думы. При всем при этом, конечно, еще раз повторяю, никакого здесь нет конфликта. Мы прекрасно относимся и к Александру Сергеевичу Кремену, и к Кожевникову Владимиру Станиславовичу. Значит, они приносят очень много от общественности нам, скажем так, работы хорошей, да, и предложений. Поэтому, если кто-то из депутатов, наверное, они бы с удовольствием еще поработали помощниками депутатов. Я, например, предлагаю свою кандидатуру. Я предлагаю, смотрите сами. Но, тем не менее, мы на комиссии рассмотрели, и мы должны прекратить их полномочия как помощниками Каменского Владимира Александровича. На комиссии рассмотрели, я сказал, но считайте, что я должен был с вами два вопроса. Спасибо. Но все равно мы проголосовали отдельно, поэтому у меня предложение считать полномочия Кремену Александра Сергеевича помощнику депутатов Кременского и Шестого созыва Каменского Владимира Александровича прекращенного. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Спасибо. Против. Поднимается, что я на вас на следующий вопрос. Дократ уже был, поэтому я сразу предлагаю себе вопрос решение считать полномочия Кременского Владимира Владимира Александровича помощники депутатов Дома Бесовского и Шестого созыва Каменского Владимира Александровича прекращенного. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Кто за. Спасибо, что против. Воздержался. Принимается и виноватно. Уважаемые коллеги, основная повестка закончилась. В регламент у нас еще с вами есть. Потому что мы начали работать в 10-15, поэтому предлагаю перейти к разному. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что в 20-м вестнице по моей обороте на предыдущей Думе появилась небольшая ошибка. Хотя в обращении главе администрации, главе города было указано советское 32-21 по убедению. Потому что там ветеранам очень долго приходится пропускать горячую воду, для того, чтобы она в реальности стала горячей. На самом деле это советское 32-21 по убедению. У нас приходили эти ветераны, начали встречать в вступительную среду, у нас вступительную встречу, попросили и Думе, и главе администрации, и главе города, и управляющей компанией «Звук сердца» передать душу и благодарность, потому что произвели технические мероприятия, я не хочу их расшифровать, но через два дня там появился кипяток, буквально идет, то есть только открыли, и буквально по времени уходит горячая вода. Поэтому спасибо, все вместе поработали. Значит, конечно, о том, о чем говорил Наталья Робертон, это проблема комплексная, и это факт, наверное, он такой единичный, но по крайней мере все развернулись сразу лицом и что-то. Понятно. Еще, пожалуйста, уважаемые, вопросы в разуме. Пожалуйста, пожалуйста. На последней фест-конференции подняли какую-то проблему. По возможному закрытию двух обездных дорог, улица промышленная и улица ПК. Я в прошлом году не раз указывал на эти проблемы. Скажите, что нас ждет, какие какие-то решения вы видите? Ну, проблема подняли давно, вы абсолютно верно говорите. Проблема серьезная. Сегодня потребование ИБДД, соответствующая коммуника администрации есть. Есть требование закрыть эти две наши основные дороги или поместить соответствующее состояние, то есть сделать питательный ремонт. Хочу сказать, что средства на работу окраины в городе нет, потому что сумма, примерно, за моторную дорогу более 100 миллионов. По промышленной есть распоряжение губернатора, которое дали в ноябре прошлого года о том, чтобы нам выделены средства. Работа в этом направлении идет, но пока основным требованием министерства областного является то, что по промышленности сегодня необходима документация, имеется в виду проекта смета. По Плеханово, здесь подробнее, наверное, Наталья Робертова у нас скажет. Единственное, могу обратить внимание на свою точку зрения. Я считаю, что эти две дороги пользуются не только предприятиями жителей нашего города, но и предприятиями жителей двух других на все равно пунктах, это мало что в рейтинстве. Я считаю, что к ремонту вот этих двух основных наших катерий должны привлечь через муниципальные соглашения. Это наиболее реальный вариант. Все-таки два соседних наших муниципалитета. В начале, в плане поддержки нашей работы с правительством на финансирование этих, ремонт этих дорог, с другой стороны, возможно, по соглашению какую-то совместную финансовую работу, потому что, еще раз говорю, хочу сказать, если эти дороги закроют, мы-то из города выйдем, а вот эти два населенных пункта выйдут с большими проблемами. Сейчас, пока работы в этом направлении ведутся, мы ожидаем, что по весне опять не города и очень русско поставят вопросы. По дороге по Плеханово, в общем-то, мы ситуацию с вами обрисовываем еще с ее, только в 2015-го года, для того, чтобы попасть в программу, для того, чтобы общество, это просто помните на финансирование, мы должны прийти на самом главе, насколько это стоит. Даже если мы будем говорить о вложении и вне бюджета. Соответственно, именно решением Думы в 2015-м году, в конце, по проекту бюджета на 2016 год, было принято решение о разработке проекта по ремонту дороги. Сейчас, согласно графику закупок в подобной работе, проводится. Порядка трех с половиной миллионов рублей направлено на разработку проекта. Раз есть опыт, да, в связи с тем, по, не совсем, ну, как мы говорим, общественной оценке, экспертиза, качества проектно-саметной документации, здесь, конечно, за ответственными лицами смотрим, и тогда будем видеть объем финансирования, мы будем вообще видеть все объемы, да, технологии выполнения этих работ. При наличии проекта мы хотя бы можем ставить вопрос уже о поэтапном поступлении в начале работы. На сегодняшний день даже в правовых основаниях без проекта проводить подобную работу у нас нет, потому что все равно основы это будут бюджетные средства. В отношении второго этапа ряд совещаний были проведены вместе с организациями, которые занимаются много лет обслуживанием дорог. Вот вы в первой части правильный вопрос поставили, когда в театре Анселье не поступало, сколько средств мы тратим на ямочный ремонт. При общей сложности мы слышали, это порядка 7 миллионов. Вопрос много или мало, и видим ли мы результаты этого ямочного ремонта, мы его видим, точнее мы его не видим, от дождя до дождя. Нет, ну это так, как есть. Поэтому даже сами и организации, которые занимаются ямочным ремонтом, с учетом всех современных и не особо современных технологий, говорят о том, что давайте мы сами правильно встретимся и решим вопрос. Может быть ямочный ремонт, раз не дает такого эффекта, мы все-таки будем приступать к другой технологии ремонта, либо все-таки выберем те опасные промежутки, которые здесь, и начнем что-то делать вот на двух этих улицах. В отношении капитального ремонта улицы промышленной, да. Ну, может быть, и в итоге значит, что-то скажет о самом поводе, он каждый день работающий по этой дороге. Ну, не совсем такая критическая уж ситуация, да, если говорить глобально. То есть, вот сегодня такая у нас практика работы. Можно будет уже спрашивать в следующий раз, как у нас в ситуации проектов, какая сумма, да, запланированные, какие наши дальнейшие действия. Хорошо. Пожалуйста. Я бы хотел, если небольшой ясный, что здесь не получилось путаницы. Улица промышленная в довольно божественном состоянии. И если мы будем вести разговор о ремонте улицы промышленной, эта ситуация не изменит. Разбито улица Володарского, это продолжение улицы промышленной. Михаил Геннадьевич, было указание губернатора, как раз сначала промышленной до угловой. То есть, там все, и у нас как-то. Вот, это главное, надо точно делать. Это вся дорога. Потому что промышленная заканчивается наиболее. Там три участка дороги, три участка. Локально-сметный расчет направлен в администрацию губернаторской области. Мы не заценились на промышленной. Это переволодарствует. Нет. Михаил Геннадьевич, еще раз говорю, мы специально губернатору уточняли. Разговор идет прямо от заезда из города и до выезда на улицу У нас есть основания выходить губернатору с просьбой. У нас есть локально-сметный расчет. То есть, проекта нет. Потому что, в целом, да, мы понимаем, от пяти до десяти процентов идет на разработку проектной документации. То есть, мы говорим о порядке пяти, может быть, и больше, семи миллионов на разработку проекта. Потому что, правильно сказал депутат Миронов, что вот то, что мы говорим улице промышленной, там три участка дороги. Вот. Если получится приступать сначала к Володарскому, а может быть, и ко всему вместе. То есть, это тоже будет влиять на основании строительства. Пока разговор идет. Да, есть локально-сметный расчет, который тоже предоставлен. Не более, последний, 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 крайний. Все-таки, я правильно понимаю, в этом году нам рассчитывать на ремонт даже части улицы промышленной, Володарского и других участков не крови. Я только что сказала, что, возможно, часть какую-то небольшую на среду хватит. Но это будет не кардинально. Вот еще будем смотреть. Сумму мы сами уже предупреждали. У нас еще 20 миллионов больше сложности. Поэтому посмотрим, где наиболее критичная ситуация. По крайней мере, ждать, пока придут нам деньги губернаторские. Объясные, естественно, не будем. Ну, понимать решение в плане ямочного ремонта или там, нескольких десятков метров сплошного ремонта дороги будет, конечно, сможет. Нет, давайте мы пойдем с вами правильно. То есть, в этом году нас услышали, нас все совместно, нас с жителями услышали областные власти. И за последнее время впервые пошли на встречу и выделили дополнительно 20 миллионов рублей. Сейчас оперативно мы решаем вопрос для того, чтобы в скором времени заключить соглашение и приступить к ремонту дорог. То есть, сказать, что в городе дороги не ремонтируются, этого, конечно, мы не можем сказать. Согласно самого проекта, который сейчас завершает продолжение экспертизы, это будет улица Ленинградская. С учетом тех предписаний, которые у нас есть и со стороны ГИБДД и контролируется с стороны надзорного органа, прокуратуры города Азбеста. То есть, вот такая плановая работа, она проводится. Но будут также результаты там проведения конкурсных процедур. Хотя мы с вами должны понимать, что эффективность использования бюджетных средств не позволяет нам сегодня, извините, из категории шиковать. Даже проект, который будет включать ремонт дороги на 20 миллионов, он, конечно, будет учитывать те минимальные требования ремонта дорог, которые могут быть. Когда мы приступим к выполнению этого, да, и мы видим, что мы это можем сделать. Все время сделать проект, экспертизу, тогда правильно перед областными властями на основании проекта ставить вопрос о дополнительном финансировании. Пусть даже на протяжении двух лет. Хорошо, спасибо. Дмитрий Ильич, пожалуйста. Вопрос очень острый, поэтому я тоже, кстати, по этому вопросу. Значит, первое, то, что касается хотя бы тех денег, несмотря на то, что кризисные времена удалось с помощью фракции Единой России, государственного городского прокурата, администрации, главы в город принести, значит, это очень хорошо. Несмотря на то, что некоторые непорядочные депутаты кричали позор Единой России, тем не менее, это удалось. Значит, второе, значит, все равно рано или поздно мы все вместе деньги на промышленную и на Американово приведем. Тем более, в такой прекрасной у нас сейчас администрации, с такими взаимоотношениями, которые сложились и с областными федерального руководства, дай бог. Значит, единственное, Наталья Робертонна и Андрея Владимирович, вот по ТЗ на проект на промышленный, или как мы говорим, на эти все участки, когда оно уже будет составляться, вы, пожалуйста, нас тоже не забудьте, приметите, потому что хоть Михаил Геннадьевич и сказал, что вроде там пока более-менее нормально, на самом деле мы своими предприятиями весной это все убираем, и хотелось бы, конечно, там и это поля убрать, и освещение восстановить, и ограждение сделать, и ее расширение, потому что самое главное транзитная дорога по ТЗ. Принято. Так, вопрос, пожалуйста. Еще один вопрос. Наталья Робертонна, объясните ситуацию по участку земли, которая находится на Ладыжинском, 38,4, около этих домов. Ко мне обратился застройщик, и, значит, объясняет, что какие-то сложности возникли, и также в средствах массовой информации входит какая-то негативная информация. То есть все ли законно, вся процедура была проведена, конкурс ли состоялся? Это так? В целом, чтобы вот совсем долго и много не говорить, действительно, конкурсные процедуры были проведены, да, сейчас, как мы и говорили, проводится служебная проверка внутри законности всех принимаемых промежуточных решений в период 2015 года и 2016 года, вот, но договор аренды на сегодняшний день не заключен, с учетом общественного мнения и проводимой проверки. По результатам проверки будет принято решение, и мы постоянно зависим. Спасибо. Уважаемый депутат, у нас реклама, у нас 2 часа закончилась, в разном еще смотрились вопросы, я это не закончил, в разном есть еще вопросы, записавшиеся по вопросам, у меня предложение объявить перерыв, потом в рамках дня депутата проехать, и перед днем депутата. Устраиваемый? Да. Хорошо, спасибо. Так, давайте поступаем к работе, в разном еще вопросы есть. Депутаты, в разном есть вопросы? Нет? Отлично. Хорошо, погодите, есть приглашенные, которые написались. Пожалуйста, приглашенные, вопрос, которые написались. Представляете? Помощник депутата, помощник, очень благодаря вам. Виталий Рабутин, вопрос к вам. На какой стадии стоит вопрос по оформлению документации о переводе бывшего тира в настоящий тир? Ну вот бывшее издание Кира, которое сейчас занимается. Там разговор было о собственности, по-моему, по-моему. Как это проводится, какая работа проводится по восстановлению? Сейчас, более подробно сказки, я хочу находить, что это идет пунктура у нас в реагентации, так сказать, что у нас объединяются армуры и лицо. Нет, я не знаю. Вот, поэтому в этот данный вопрос составили, что я организую. И я решение, я не могу сказать, что я не могу сказать. Простите, что я не могу сказать. Давайте вернемся с вами к решению, которое было принято в это время. Ситуацию о состоянии финансовых обязательств, на деятельность данного предприятия я уже докладывала. Что основным препятствием для принятия решения у учредителя о ликвидации является наличие задолженностей, в том числе и в бюджет, и в налоговую инспекцию, и в другие формы. То есть на сегодня было принято решение в декабре о плановой реорганизации этого предприятия, потому что если мы принимаем решение о ликвидации, ликвидация проходит в рамках закона о банкротстве и, как следствие, продажа на торгах. Этот результат не нужен никому. В связи с этим администрации было вынесено предложение в счетную балладу Азбестовского городского округа провести финансовую продержку. То есть для прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и для принятия более конструктивных решений. Пока вот эти мероприятия не будут произведены, решения в отношении юридического лица заниматься пока не могут. Мы должны четко понимать, какие будут финансовые последствия проведенной процедурой реорганизации. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста, приглашайте. Пожалуйста. У меня большая проблема. Не забывайте представлять. Для родимых на 101-й квартал. Две недели назад я к вам подходила по поводу собак. На данный момент у нас уже двое заспусленных, одна женщина обратилась на той неделе уже в травму. Сегодня я вела двоих мальчиков на остановку. Свор от собак и не знаков помышленного гражданства. Свадьба, не свадьба. Областные деньги я знаю, выделены. Но пока они дойдут до уже реализации этих денежных средств, можно сказать, ну, не цепального бюджета, но усыпление этих собак у нас просто уже не поможет. Мы боимся детей уже выпускать даже в собачке. Пожалуйста, я в добрый день. Еще раз. Значит, ситуация на самом деле в городе у нас с собачками напряженная. То есть вы прекрасно знаете, что у нас было уже есть распоряжение в комбинации по бешенству. В вас случаем непосредственно в городе. Мы об этом озвучивали уже на предыдущем время. В местном держате, безусловно, на деньги средств в виде субвенции в размере 1,585,5 тысяч рублей. До 10 марта, то есть корпусная документация разработана, утверждена, до 10 марта будет в соответствии с документами закона размещена, будет объявлен аукцион. Здесь мы все с вами должны понимать, что вравне этих денежных средств мы работаем в соответствии с законодательством Североевской области и процедура освоения этих денежных средств достаточно непростая. По практике, которая сегодня сложилась в Североевской области, при проведении таких процедур, в частности, компания города, например, Каменско-Уральска, выиграла аукцион в Челябинске. Челябинцы выиграли в Каменско-Уральске. Как это ни парадоксально. Самая сложная проблематика заключается в том, что отловленный собак необходимо передерживать. В соответствии с постановлением Борисовской области о порядке передерживать нужно не менее полугода. То есть содержать, кормить, платить людям зарплату и так далее. И только после этого возможно принятие решения о дальнейшей судьбе животным. В предыдущие годы эти мероприятия выполнялись за счет средств только местного бюджета. В бюджете 2016 года эти средства пока не сомнений. Выход пока один у нас. Источников на сегодняшний день нет. Мы сегодня принимали решения со в следующей бюджете. При наличии источников они могут у нас появиться только по результатам проведенных торгов, которые имеют в виду программные сферы жилищно-коммунального хозяйства для реализации предложений. У нас также намаза планированного мероприятия по аукциону как на ремонт проекта на Блиханово уже озвучили выше, на проектно-смертную документацию строительства водозабодной скважины с оконами и заканами. Если следствия у нас где-то идут с оконурируемой бюджетной экономии, сможем по решению... Все-таки конкретный вопрос по сути поездов, и нам уже счастливы какие-то шаги. Мы как город что-то можем. Только при нажиции условий компетенциальных предприятий, я пока... Нет, я думаю, что, чтобы вам все-таки обращаться на встречание, если я делала, что там... И, Олег Васильевич, давайте так, да, у нас есть все-таки специализированные муниципальные учреждения, и сегодня, когда уже есть по курсу, есть даже фотографии, когда просто не сняли, уже не делают демену. Есть люди, которые... Будем решать вопрос, там будет как правомерное использование. Но если кусают человека, мы не можем говорить, что мы снательными. Поэтому все соответствующие данные им передадут. Мы знаем эти опасные точки, которые существуют. Ряд совещаний в администрации были проведены. Я хочу сказать, что привлекаемые общественные организации. То есть здесь ведь важно, чтобы еще и правильно с собаками решить эту проблему, как вы видите, свадьбами на свадьбе научно-технировать. Поэтому я считаю, что необходимость оперативного реагирования, она в том, что нужно будет. Мы решили попробовать ее. Да, она должна быть. Тем более с ветеринарной службы у нас взаимодействие, она вожжена. А уже наличие и отпуске финансовых средств, это уже просто здоровье неожиданно. А учитывая, что это работа не будет. Понятно, спасибо. Единственное, я бы хотел обратиться ко всем присутствующим жителям нашего города, которые делают частные сельства, и особенно своих животных, вот именно в этот период воздержаться от выпуска их на улицу. Потому что мы уже имеем незалетний опыт, когда начинаем отлавливать беспризорных собак, объясняется, что две трети из них принадлежат какому-то хозяину. Человек отпускает их погулять, эти собаки сбиваются в стаи. Именно внутри города, а не за него как делали. И здесь вот я думаю, что всем жителям, у которых на содержании есть псы, надо подходить тоже с пониманием. Поэтому обращение еще и к владельцам собакам. Но с другой стороны, абсолютно согласен с НК Володой, потому что туда есть уже покусы. А наш город в этом плане, к сожалению, достаточно негативно озвучивается в области, как один из городов, где большое количество бездомных животных покусок. Поэтому я думаю, что срочные меры поднимать надо. Реально людей, которые кусают. Но при этом, еще раз говорю, что жители тоже должны поднимать кусок от тех, что здесь надо внимательно относиться. Пожалуйста, еще. Я подождите, еще дополню. К нам приезжала как раз в течение месяца главная ветеринарная плача, по правительству и портальному, как раз мы разговаривали к этому поводу. Я могу сказать, что есть статистика, даже в 2015 году. Почти 98% укушенных людей фактически укусы нанесены домашними животными. 90% при этом проблема не только у физических лиц содержания, проблема и у юридических лиц. Здесь сидят большинство руководителей предприятий, именно вот уже от имени департаменты по тренарии, я хочу сказать, что отпускается вакс промышленных площадок. Здесь тоже нужно посмотреть, кто где у вас на территории. И вы прави, с учетом своих полномочий, с учетом тех средств, которые у вас есть, решить эту проблему. Потому что собаки, они убегают, убегают, конечно, к конкурсу. Отстреливаю. Понятно. Галерич, пожалуйста. Погодите, подскажите, пожалуйста. У меня как раз в продолжение этого вопроса. Возьми два, я считаю, в трензе, в адресе наших лапча. Буквально незадолго, как вчера на комиссии по бюджету, мы обсуждали и поднимали этот вопрос. И, к сожалению, тогда нам не довели о том, что уже в городе есть покусанные дети, собаками, мирнообзорными. Я считаю, что после этого я встречался с председателем клуба собаководов, обсуждал эту тему подробно, у меня тоже есть свое мнение. Она считает, что ее недостаточно, привлекают к этой работе. Я считаю, что у нас работа ведется на территории муниципального округа не системно. У нас есть положение, которое давным-давно устарело, которое не работает, не выполняется. На мой взгляд, все собаки должны быть зарегистрированы в отделе по коммунальному хозяйству, администрации города Азбеста, чтобы вот если покусали кого-то, можно было взять житом на покусал человеку, на женщину, кто его покусал. Можно привлечь к ответственности хозяина этой собаки. А сейчас у нас безответственно все это происходит, у нас нет положения, у нас никто этим уже полностью не занимается. Что касается денежных средств, вот миллион семьсот или миллион пятьсот пятьдесят, я, собственно говоря, до конца не понял, разные цифры доводились. С председателем клуба собаководов мы этот вопрос тоже обсудили, я довожу до вашего сведения. У нас на территории есть Надежда Пуковова, это инструктор милиции по кинологу по собаководству. У нее непосредственно на черенше имеется дом, имеются барьеры для содержания собак. Она сейчас на общественных началах собирается дом. Собаковода там про коррупцию-то не говорила, нет? И об этом у нас тоже в состоянии. Надо сказать. Ну а что? И об этом тоже надо сказать. Она также вам казала, что в СМИКе заложены на прививку затраты семь тысяч. Вот мы все собаководы, и мы знаем, сколько стоит прививка. Это пятьсот рублей. В принципе, прививка стоит одна. Там заложено семь тысяч. Если это действительно так, это неправильно. С этим надо разбирать. Вот. Поэтому я довожу до вашего сведения, принято вот этого инструктора. Чтите прививку размещения собак. Может быть, прям стоит. Нет, давайте, у нас есть процедура, есть закон. Так, все, в корректе, вы слышите. Ну, во-первых, значит, уважаемый депутат, то, что помощник депутата поднимает проблему, не было вчера на комиссии, так нечего ей на это указать. Я не ей на это указать. А вы сказали, не знали о том, что есть попушены. Это вот у нас тут первого класса в этой комиссии. За вчерашний день информация вечером. Извините, что мы вам не позвонили. В следующий раз надо ему звонить. Хорошо, вам. Как вам в Америку сразу передавал. Второе. Значит, Наталья Робертоновна, я хочу сказать, что мы ваши замечания слышим, семьи и руководители предприятий, но хочу отметить, что вот как раз за комбинаторскими руководителями действительно у нас есть эта проблема, особенно по восточной промплощадке, по северной промплощадке, либо собаки там размножаются, жетоны они на себя не дают. Хозяев у них нету. Значит, бедные, они не понимают, значит, что говорит депутат от «Справедливой России». Ты повесь жетон, найди себе хозяина, мы тебя потом привлечем. Значит, но я хочу сказать, что работу это предприятие проводят. Мы подаем постоянно заявки, нам ресурсы откликаются, они приезжают, работу проводят, мы не имеем комбинат акционирования. Понятно, но Наталья Розовна акцентирована. Всем мы не только комбинат. Так, предлагаю этот вопрос закрыть. Следующий, пожалуйста. Владимир Григорьевич Семенович, председатель городского совета память сердца детей погибших защитников Отечества. Также я являюсь членом президиума городского совета ветеранов и членом городского совета при МВД города Азбетска. Уважаемые депутаты, в этом году, 22 июня, в День памяти и скорби, мы будем отмечать дату, одну из самых трагических дат в нашей истории. 75-летие вторжения фашистских орд на территорию нашей страны. В связи с этим событием нам представляется это, я говорю от имени, то, что я перечислил, представляется пополнить городской мемориал на проспекте Победы вечным огнем, огнем памяти и славы об этой самой страшной войне. Это будет огонь славы и памяти о тех, кто в жестокой схватке выстоял и победил. Победил ценой неимоверных жертв. Тема устройства вечных огней по всей стране прозвучала в июле 2014 года на видеофоруме Объединенного народного фонда в Санкт-Петербурге. Тогда Путин заявил, мы вместе должны сделать все от нас зависящее, чтобы память о тех людях, которые принесли нам свободу, обеспечили независимость нашей страны, ее суверенное развитие, никогда не были забыты. И дал поручение правительству Российской Федерации совместно с органами субъектов Российской Федерации Объединенного народного фронта обеспечить бесперебойное функционирование мемориала вечных огнем. Так как трасса действующих газопроводов проходит вдоль по улице проспекта Победы буквально в нескольких метрах, но я тут отметил в 30-ти, от обелиска решение задачи обустройства мемориала вечным огнем упрощается. Просто необходимо каждому совместно с администрацией скоординировать свои действия, используя свои внутренние резервы. Для этого не нужно жертвовать своей жизнью, как наши овцы и ваши деды, и своим здоровьем, как наши матери и ваши бабушки. Пусть каждый исполнит свой долг перед павшими и в память о павших. Спасибо. Вот это у меня обращение. Спасибо за внимание. Дверь и марки по вашему выступлению. Первое. Значит, депутатам задавствованы были ваши предложения. Мое предложение проведена определенная работа по оценке финансовых затрат на это мероприятие. Мероприятие важное, знаковое. Я предлагаю комиссию по местному московому управлению посмотреть все это и потом поднять решение выносить это на Думу на нем. Вы чуть-чуть неправильно поняли решение депутатов отключить онлайн-показ. Как вы здесь видите, средства массовой информации имеют право снимать и работать в любом режиме и здесь замечаний особых нет. Но с другой стороны я бы обратил ваше внимание на следующее. Мы действительно орган коллегиальный. Мы можем соглашаться, не соглашаться, но решения будут принимать большинство. а принцип демократического централизма, как вы помните, заключается в следующем. Меньшинство соглашается с решением большинства. Это нормально. С моей точки зрения работа, Дума. Поэтому я считаю, что ваше предложение озвучено правильно. Андрей Владимирович, а можно сбою слово по этому поводу? Давайте я вначале вопрос закончу. Еще вопрос. По этому вопросу. По этому. По предложению клипа. Спасибо. Все, продолжаем. Хорошо, все, я вас понял. Все, услышал. Вопросы разного возвращаемся. У нас уже было, но еще давайте. Я не знаю рекомендации по физической культуре и спорту здесь нету никого, но я была в этом году на лыжне России и осталась вообще крайне недоходной. Тем, что у нас был массовый забег на 2 километра, бежали взрослые, извините, 30-летние мужчины и бежали 4-летние малышки. 40-летние у нас 30-летние получили подарки, а малышки у нас остались без всего. И они бегут 2 километра. Неужели нельзя было сделать дистанцию 500 метров для детей и дошкольников? Их и так было там 4 репутации. Они малышечки. Это было замечание в том, что дети наши часто убедились, что дети наши не награждены, причем на таком общероссийском мероприятии считают абсолютно правильно и справедливо замечание. Я не буду дошкольники и школьники по всероссийскому лыжниру проходили на своих местах. А здесь, когда идет речь о массовом записяке, то мы фактически не используем спортивные достижения. Как правило, это те дети, которые вместе встали с родителями на лыжню. Поэтому система награждения, которая у нас и существует, мы, конечно, здесь пересмотрим некоторые моменты, но она у нас существует внутри образовательной организации, поэтому идет лыжная деклата на ноги тогда вместе с родителями и дети. То есть, мы не так, что не первый раз вышли. Замечание справедливое. Замечание справедливое. Мы это услышали. Я думаю, что мы его учтем. Нам надо нашим спортсменам. Сейчас, секунду, еще раз вопрос. Пожалуйста, записывайте. Гелязов Дмитрий, Народное телевидение Азбеста. Уважаемые депутаты, все дело в том, что немножко скомканно получилось по докладу Юлии Владимировны отдела управления имуществом. У меня вот остался вопрос, получается, и к Думе обратить на это внимание, и самой Юлии Владимировны. Все дело в том, что в прошлом году с весны сильно поменялось земельное законодательство. И сейчас с середины октября очень многие люди, которые подают заявление на получение земельных участков ЕЖС, столкнулись с тем, что некоторые граждане города Азбеста, и не только города Азбеста, но и Москвы, начали заупотреблять своим правом заявиться на любой земельный участок. И сейчас у нас, вот допустим, есть такой, как его называют в газетах, Азбестовский Дон Кихот, ой, не Дон Кихот, а Робин Гуд, только это какой-то странный Робин Гуд, он отбирает участки у бедных, то есть вот именно тех людей, которые... Он пишет, вот как конвейер, вот, как-нибудь, может у нас отдел управления имущества, дома, принять какой-нибудь дополнительный нормативный акт, или еще что-то, и внести изменения в реглан, чтобы вот эти печатные машинки, которые людям не дают получить землю, оформить документы, были прекращены. Это первый вопрос. Можно как-нибудь ответ? Данный вопрос, на самом деле, очень серьезный и проблематичный. На разных этапах исторического развития Российской Федерации такие противостояния были. Но земельный кодекс вступил в силу 1 марта 2015 года в новой редакции. И появились такие заявления, которые не имеют под собой законодательной основы для нанесения отказа. Местная администрация на местном уровне не может быть принят муниципальный нормативно-правовой акт, который регулирует земельные отношения на федеральном уровне. И местные акты не могут противоречить федеральному законодательству. Конечно, вызывает, так скажем, разочарование действий определенных лиц, которые подменяют одни понятия другими. И право, которое получили все граждане Российской Федерации, получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов, но при условии соблюдения публичности. И когда определенные лица берут на себя такую вот, не знаю, роль судьи, дать или не дать, заявляться, не заявляться, со своей стороны мы сделать ничего не можем. норма о злоупотреблении права это все-таки компетенция судебных органов. А были хоть один прецедент, чтобы кто-то вам, допустим, пожаловался по этому поводу, что как так, откуда взялись этот человек, и почему он по 15 заявлений в месяц таскает, но нигде в итоге не участвует? Это не входит в нашу компетенцию. Отвечайте, все, 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 все. Можно можно Валене Лазаревичу все-таки предоставить, председатель, думаю, председатель общественной палаты. Я вообще-то громко всегда говорю, вот я поднял первый раз, попросил вопрос, вы показали рукой, я встал, вопрос я задал, но никакой реакции. Сейчас я прошу и даже обратил внимание, что по предложению Климова хотел добавить чуть-чуть. Почему? Потому что Климов обратился до этого в общественную палату. Общественная палата. рассмотрела этот вопрос. Кроме того, пообщались мы с Советом ветеранов, Рыков, он сегодня не смог здесь присутствовать в области, говорит, какое-то мероприятие областного председателя Совета ветеранов. Что можно сказать? К 20-летию воздвигнут обелиск победы. К 30-летию мемориал на кладбище рядом с могилой с Братской. К 50-летию реконструкция произведена обелиска. На всех предприятиях города практически были созданы мемориалы, музеи и так далее, и так далее. Обелиск, кстати, как это по документам, на народное средство. Поэтому сегодня можно всяко рассматривать этот вопрос. Можно просто сказать, что, ребята, у нас кризис, у нас нет денег, но не пришло с фронта 3481 азбестовец. Это по данным книги Анны Степановны Поповой, но она пользовалась документом. Поэтому, на мой взгляд, финансы, те, которые сегодня мы рассматриваем, или изучаем опыт, что мало у кого есть вечный огонь, азбест всегда был в лидерах. Давайте постепенно мы будем выходить, мы рисуем обратный портрет азбесту по-разному. Я имею в виду не здесь сидящие люди, а о нас больше говорят с подачей о плохом. Давайте займемся чем-то для народа. Я думаю, это будет один из первых шагов. И вот гасить надо вот то, что сегодня принято, это, наверное, правильное решение. Я имею в виду о... Я еще раз напоминаю, что никто ни в чем не отказался. Я еще раз говорю, что по целой комиссии в Умск этого просмотрят... А я ведь не обвиняю, а я врывожаю. Поэтому тема важная, тем более у нас с вами есть уже прецедент, когда на территории завода Тиме Мариал отлично огонь действует, и мы знаем примерно что это стоит и какие затраты. Потом еще раз говорю, комиссия рассмотрит, депутаты принят решение, материалы ваши разрушены всем депутатам. Миллион еще добавить, давайте это по крайней и что-то перейдем. Валерий Васильевич, спасибо большое, что вы вспомнили все эти даты, как действовал народ города Азбеста в части построения мемориалов и оказывал почести тем, которые погибли на полях Великой Отечественной войны. Мы забыли один момент достаточно свежий, ведь в том году без всяких бюджетных денег по инициативе партии Единая Россия был восстановлен, реконструирован апеллист к победе в поселке Белокамин. Полностью капитальный ремонт проведен, 500 тысяч по меньшим меркам денег истрачено. Те деньги, которые собрали жители, значит, все, в первую очередь, единоросс там за коперщиками, да, и убегались, значит, и парк восстановили, и сквер восстановили, и продолжим, мы дальше его, значит, а то, что касается предложения, я считаю, что правильно предложение, надо над ним работать, его сделать. вы это предлагаете 22 июня. Нет. Я даты не поднимаю. Мы 22 июня поддерживают, значит, и считаю, что надо обязательно поработать. С моей стороны никакой критики гостей и депутатов нет. Я говорю, теперь, что касается онлайн-трансляции, у нас идет обычная трансляция и действия некоторых депутатов, вы все-таки посмотрите внимательно ваши вот такие вот, которым некоторые пожилые доверяют, значит, я тоже хожу по советам ветеранов, со многими встречаюсь, значит, уже подставили на деньги по теплу, по прибрежной, зоне, по земле. Они пишут, подождите, они пишут, значит, вот эти вот как раз письма, отбирая огороды у ветеранов и используют вот эту вот онлайн-трансляцию как трибуну своих американских штучек и мошеннических закорючек.